Итак, начинается самое интересное, начинается мой сталк походы, куда ты меня провожаешь? Я из-за нее не выспался. Он меня провожает в Припять. С двумя сталкешек. Приключения начались, и я еду в Припять под лютый дождь. Я думаю, что там тоже будет дождь, и поэтому приключения будут самые трешовые. Мои приключения в Припять начинаются. Так, иду к автобусу. Начался дождь, но это меня не остановит. И я иду сейчас до этого микроавтобуса, этого белого. И мы поедем в самое трешовое место, это Припять. С ним всегда вы увидите самые мальчики. Давайте, проходите. Он всегда заводит в классные места, очень интересные. Если Юра говорит нельзя, значит там реально нельзя. Вот, а в принципе... Наш трех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь были археологические раскопки и было обнаружено городище, датированное 10 веком нашей эры. Больше трехсот нательных трестиков, стеклянные ожерелья, бусы и все остальное. Стрелы, наконечники. Прямо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Город в Чернобыле было одной из самых больших поселений в Евреев. На уровне Умани. И вот эти вот хасиды с завитушками, которые штурмовали наши границы, сюда все-таки в этом году просочились несколько автобусов. Вот то, что показывали на границе, у них в автобусах всегда происходит. Это просто катастрофа. Это мусорка. За этим музеем экспозиции Поворот налево. Это музей экспозиции. Сам центр города Чернобыль. Символ Чернобыля. Черный ангел. А также аллея памяти. Кресты всех сел. С именами. Вот такие номера. Чернобыль есть, оказывается. Типичные сталкерские хаты. Сейчас мы заселяемся в отель. Вот я иду с остальными сталкерами. И не скажу, что это Чернобыль. Вот такие номера здесь. Офигенские. Здравствуйте. Кто это у нас на Б? Это я, наверное. Итак, я представляю свою сталкерскую хату, в которой я буду сегодня спать. Вот она так выглядит. И при том, что я буду здесь спать одна. Вот вид из окна мой. Прикиньте, вообще тут дождь идет. Такой именно конкретный. Напротив заброшки. Вот. Тут есть интернет. Есть горячая вода. Но, правда, в комнате очень холодно. Вот. Я, наверное, буду спать в куртке. Именно вот настоящая сталкерская хата. Вот так выглядит. Отель. Не, не там. А тут холодильник есть? Холодильник. Такой отель, в котором я расположилась. Моя группа. Бусик. Мальчики. Девочки. Вот сталк машина. И я мокнущая под дождем. Вот. Ну, оделась я именно чисто по сталкерски во все черное. А военную форму я так и не нашла. Ну, бог с ней, короче. Вот это жесть, ребята. А фоткаться. История эксплуатации первого серкофага был рассчитан на 20-40. Кроки. А уже згодом излишие ученые в 1937-м уроте. В 1937-м уроте. Не сужая хорошая стопь , но на 1327-ом. Смотреть вот здесь, друзья! Как Park — твержденный гофер, Они Eachine ушли на center. Тохе. Продолжение следует... 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 И я его посетила. Самая крышевая погода для самых настоящих мест. А вот еще крыша. Засохшие животные. Это зрелище для истины настоящих сталкеров. Ребята, вы видели засохшую собаку? Да, вот она, вот там лежит. Зрелище для самых настоящих сталкеров. Доставай дозиметр. Мы спускаемся уже вниз. Проверяли на дозиметре замеры радиации. На самом деле здесь 0,21 микрорентген. Окей, допустимое это 30 микрорентген. Поэтому здесь все чисто. Все уже давным-давно обработано. Все обеззаражено. Поэтому всем любителям экстремального туризма я настоятельно рекомендую посетить Чернобыль. А куда мы? Ну что, может жить тут будем? Квартирки бери, не хочу. В ванной косточке? Да. Такие заброшки здесь. Балкончики. Комнатки. Вот. Вот такая комнатка. По типу той, в которой я ходила в заброшенном общежитии. Ну, постройки примерно те же. Тут кто-то жил. Так, а куда они пошли? В какую сторону? Смотри. Нет, не нашел. Не видишь. У тебя очки. А, что ты? Все такие вот в дожде. В дожденных мерах. О, а тут походу вообще руины. Интересно, где хата Креасана? Копов нету? У нас не заструйный дом. Один подъемник еще стоит, второй уже упал. Это всего лишь. Сейчас будем идти сталкерскими тропами. Ноги мокрые. Дождь сильный. Ливень. Град. А мы идем. Мы не сдаемся, потому что мы настоящий сталкер. Море эмоций и море адреналина. На самом деле, я обожаю такой экстремальный отдых. Блин, вот это круч какой. Эти все тропы протопканы множеством сталкеров. Вот заброшенный детский садик. Вот эти общаги. Заходим. Заброшенный детский садик. Вот игрушечки. Вот туфельки. Позоложки. Стопы. Носочки. Тапочки. Вот с недавности. А вот кто-то катаколу оставил. Это было недавно. Типература большая. Мух нет. Она просто... Вот книжка еще тех советских времен. Вот я сейчас в заброшенном детском саде. На самом деле, очень печальное место, поскольку здесь детки были. Я думаю, мама меня поймут. Вот. Кроватки остались. Как-то так. Все очень печально. Печальное место, как бы. Все, пойдемте. Посмотрим у нас вклад в детский противогази. Вот горшочки. Все осталось такое, не тронутое. Вот куклы старые. И вот такое место. Очень печальное. Вдруг здесь, кроме сырости, уже больше 30 лет не строилось. Ну, здесь 15 детских садов. Средние возрушители города составляли от 26 до 29 лет. В этом плодились. Тем более, в Союзе. В Союзе тогда все это было приемлемо. Да, чтобы выражать. Да. Мы не знаем. Многих кулам уже мокрые. Но мы не сдаемся. Дождь льет ужасно. Прятаться негде. Но это того стоит. Передаю привет Крайосанту Саше Киевской, Антону Чулакову и Полесскому. Вы очень-очень вдохновляете на такие крутые сталкерские походы. Ой, блин, лужа капец. Тут такие лужи большие. Жесть. Вот ягоды. Но их есть нельзя. Вот еще заброшки. Жесть, ребята, вообще. Мне настолько понравилось просто. Я думаю, оно того стоит. Передаваемые эмоции. Просто я осуществила еще одну свою мечту. Почаще путешествуйте. Исполняйте свою мечту. Вот теперь я себя чувствую самым настоящим сталкером. Колесо дальше.